Давайте посмотрим видос Аудио РВ про этот прекрасный праздник, я знаю, что вы все любите Аудио РВ, поэтому давайте посмотрим его видос И да, не забывайте ставить лайки этому стриму, потому что это безумно помогает День Святого Валентина, биопроблемная бесконечность, это очень актуальное видео, наверное, для нас всех Я поднимаю звук своего микрофона Добрый день, сегодня в очередной раз прогоним пару матов про 14 февраля и биопроблемность Теперь, так сказать, будет традиция пилить видосы на 14 февраля и для начала погрузимся в историю создания этого праздника Откуда оно пошло? Итак, если кратко, то этот праздник пошел из Древнего Рима, тогда он назывался Луперкалий Это был фестиваль блуда в честь богини-людей Бля, мне кажется, кстати, у Аудио РВ достаточно интересный запоминающийся голос Он вроде даже микрофон недавно купил, но ему, пиздец, нужен поп-фильтр Потому что тебе, типа... Не, ну это очень атмосферный контент Мне нравится Аудио РВ, потому что я погружаюсь в эту биопроблемную Двачевскую атмосферу Мне кажется, что в этом плане это достаточно мило даже в каком-то смысле лампово, я бы сказал Ви и некоего бога Фавна, еще по некоторым данным его называют Луперг Он был покровителем стад и праздник этот отмечался 14 февраля В те времена считалось, что для повышения рождаемости нужно было совершить обряд телесного наказания женщин с помощью жертвенной кожи А люди, которые не имели детей, рассматривались как проклятые И эти люди юзали, так сказать, мистические обряды, чтобы обрести способность... Да, я гей, Евгений, это правда Небольшое лирическое отступление в связи с этим Судя по всему, языческие культы и вера в чудо до сих пор живет в людях Так как есть тут у меня в городе, например, одна бабка Павитуния, которая, типа, болезни лечит, там, привороты делает и так далее Так вот, я несколько раз, как говорится, мимо проходил и видел очереди к этой бабке-целительнице И процентов 80 очереди от нефти до 35 лет Идут они к ней, походу, чтобы приворот сделать, там, или жениха получше наколдовать Или бесплодие вылечить, хрен знает, так сказать, чтобы респонд... Короче, двач — это типа западного фарчана, вот, но в намного меньшем масштабе, я бы сказал Двач — это место, где... Ну, там есть какие-то обсуждения, но по большей части все сводится к биопроблемам Обсуждениям того, кто на какой стример шудрочит То есть, в общем и целом... Ну, не знаю, не знаю, я иногда заходил почитать, что там было во времена Универа Но я тогда сам был биопроблемником, поэтому мне было можно Вот, и как бы... Ну, я из этого вышел, я благодарен судьбе за то, что как-то свое эмоциональное развитие увел в другую сторону А он был поуспешней Ну, короче, традиции живы до сих пор Продолжим В Древнем Риме место, где... То есть, оттуда все эти истории, типа, я вот ее так люблю, я ей постоянно пишу, там, вот это вот все, типа, она меня не любит И челы начинают травить, находят эту девушку, выводят это все в какие-то видосы То есть, Двач — это место... Чем дальше вы от него держитесь, тем более полноценным человеком вы будете себя ощущать Чица, по легенде, выкормила Ромула и Рема, основателя Рима Считалась и римлян святым Каждый год, 14 февраля, здесь проводился праздник, называемый Луперкалия, во время которого в жертву приносились животные Из их шкур изготавливались бичи После пира молодые люди брали эти бичи и выходили в город пород женщин В общем-то, голые люди несли ремни из козлиной кожи, бежали мимо женщин, и женщины хоть как-то представляли себя Считаю, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды В 494 году н.э. Папа Геласий I попытался запретить Луперкалия Празднику, который пришел на замену Луперкалиям, был назначен небесный покровитель, святой Валентин Коего в 269 году н.э. римский император Клавдий II приказал замочить за его проповедническую деятельность И он был казнен 14 февраля Позже он был канализирован церковью Ну а как ты хотел? Все, по чесноку Вот такие вот дела И это имеет мало отношения к тому, что происходит сейчас В любой непонятной ситуации, если вы не хотите отмечать тот или иной праздник Или делать что-то, не терпите Загуглите истории, надейте аргументы, чтобы этого не делать У меня, например, очень простое оправдание У меня нет никаких привязок к датам Захочу, могу подарок в любой день сделать, а не по указке масс-культуры Блин Я понимаю, о чем это видео О том, что многие люди себя некомфортно чувствуют 14 февраля Чувствуют какое-то Даже не осуждение А то, что вот если у них нет пары на 14 февраля То все, они какие-то неудачники Они там сидят себя Копают за это Там вот, у меня там нет тяночки Вот все с тяночками Типа, блин Ну я не знаю, мне кажется, эта херня Если эта херня у человека не проходит в 20 лет То у меня плохие новости для этого человека Потому что Когда Ну, биопроблема, как мне кажется, во многом это Продукт пубертатного периода Да Ну, молодежи и прочее И как-то вот В какой-то момент это проходит Как и прыщи на лице И вот это вот все Но если это остается Если человек этим себе голову забивает постоянно Фух Но это просто может до шизы довести на самом деле Есть много примеров на том же дваче Когда люди просто шизеют из-за этой херни Типа, хочется тяночку нецелованную и прочее Это отвратительно Серьезно Типа, если вот это вот преобладает где-то в вашей душе Искореняйте это всеми силами Находите в жизни Прекрасные, добрые вещи Интересные Там, не знаю Гитаре научитесь, допустим, какой-нибудь Или что-нибудь такое Потому что Чем глубже вы в это будете погружаться И накручивать себя Тем больше вы будете становиться шизом Который потерян для этого общества Чтобы купить PlayStation 6 или 4090 Мне не обязательно день рождения Ждать или Новый год Главное, чтобы деньги были И можно хоть завтра, так сказать Себе устроить праздник 4090 и нищим пылом Нужно освобождаться от этих социальных конструктов Которые навязывают людям откровенную дичь Какие-то там праздники, так сказать Ну, так делать нормально Так ненормально Человек это в первую очередь личность Сам музыкой занимался Не, меня спасло производство видосов На самом деле в какой-то момент Я говорю, мне не нужна женщина Потому что у меня есть люди из чата То есть, типа Зачем мне тяночка цундерочкой Когда у меня есть мой чат в Телеграме Который и так пошлет меня нахуй Ну, любя, конечно же Который все-таки есть свобода выбора И да, я знаю, что в наше время Любая попытка что-то там вякать И противопоставлять себя Кому-то спорить Насчет таких устоявшихся праздников Типа 8 марта нового года Или 14 февраля Это довольно тяжко И в принципе Что-то там вякать В адрес родственников Или близких людей Нежелание делать То, что вам Ссылка на чат Ну, Телеграм И там в чат можно перейти Но нужно уметь обосновывать Свою точку зрения А не терпеть Тренируйтесь Кстати, в Телеграме Осталось 500 с небольшим мест До первых 20 тысяч Поэтому, если вы хотите Быть крутым Ораторскому мастерству, например Чтобы не быть додиком Который презирает 8 марта И Клару Цветкин Но терпит и все равно Дарит цветы с айфоном Праздник же Да похуй Но в таких условиях Есть очень большой риск Это то, что вы будете Находиться в полной изоляции От женского пола Потому что там Что-то доказывать Чаще всего бесполезно Если вы будете Пытаться навязывать цветы В твой Дискорд и заходить Есть резон Но там много людей На самом деле В осьчатах сидят Периодически я захожу И плюс там мне видосы кидают И прочее Поэтому да, конечно Дискорд офигенный Надо туда зайти В ближайшее время как-нибудь Не чувствую себя ущербом Или одиноким Пью пивасик И жизнь прекрасна Кек Согласен Самодостаточное существование Это просто прекрасно Когда ты самодостаточный Люди к тебе тянутся И тебе с людьми Как-то интереснее общаться Просто я вспоминаю Времена этих людей Да, которые Если и делали над собой Какое-то усилие Куда-то пойти То это был какой-нибудь Совенок фест Или еще какая-нибудь там Подзалупная вписка Где им было похуй Главное хоть какую-то тяночку Даже самую пропитую Абсолютно мерзкую женщину Короче Просто, гайс Не шкварьтесь, пожалуйста Я вам запрещаю шквариться Будьте нормальными людьми С точки зрения А не терпеть, как другие То вы, скорее всего, останетесь Один Ну, разумеется, это не касается Всяких чедов Которых терпят и дают Так сказать Без нищих розочек Все ссылки в описании Все, чувствуете, да, фишку Теперь, что касается Частых биопроблемных вопросов Ко мне Как там найти тяночку Как это, как то Значит, говорю уже в миллионный раз Я человек, который не имел Никаких отношений Даже разговоров В реале с женщинами Уже два года И два месяца Так что я считаю Что мне задавать подобные вопросы Об этом Это крайне тупо Но скажу одно Что 90% посетителей Всяких кринштейнингов По пикапу Покупателей вебинаров Это люди с гипернуждаемостью Мамкиным воспитанием А еще очень часто Биопроблемная натура И самокопатели И чаще всего У таких людей Не было мужской модели воспитания И вот вырастают Такие вот люди И не знают Что им делать Пикап-тренеры Эти ваши Они лечат Не причину Ваших фейлов Они лечат следствие А следствие Это вынужденное Одиночество И тотальное провало Во всяких там Тиндерах И постоянные отказы А причина в вашей натуре Которую уже Просчитывают интуитивно Ваша прошивочка Очень легко Палится По вашим жестам Речь в физиогномике Так что закономерно Кстати да Это тоже правда То что Женщины очень хорошо Определяют Уверенного мужчину От неуверенного мужчины Но я думаю Это не только женская тема Это и мужская Любой человек Если ты видишь Какого-то чела Который крайне не уверен В себе И он очень Такой мнительный Постоянно Как-то Какие-то у него Неловкие движения Ну типа Такой Ну типа Какой-то Какой-то чел Такой Люди ничего не получают А только терпят Еще сильнее Так что Биопроблемным самокопателям Которые страдают От одиночества Таких людей Действительно немало Которым плохо Знаете Которые Аниме смотрят Плохо одним Я советую идти К психологу Хорошему Читайте отзывы Гуглите Используйте Сарафанное радио И рано или поздно Хорошего спеца Вам посоветуют Только не ищите Простых решений Не идите к раскрученным Гуглите обычные клиники Рано или поздно Что-то у вас получится Потому что В первую очередь Нужно фиксить Гипернуждаемость Я достаточно комфортно С собой И не дает вам нормально Так сказать Отношаться И чтобы вам давали Успокойся Ну а да Успокойся А господи Как же Как же хочется Тяночку Худенькую Бледную Не очень высоко Непременно девственную Соловную С тонкими руками Синяками Под глазами Вау Иди нахуй Дед Дальше Да-да-да-да-да Хочется Тяночку О-о-о Тяночку Хочется Привет Симп 47 Я раньше осуждал Фанатов Витубер Но сам недавно Потел на нору Сама это делает Меня симпом Или тот факт Что она нейросеть Меня оправдывает Ну нейросеть Тебя оправдывает Конечно Но ты вообще Компьютер полюбил Чел Ты жертва Киберпанка Вот Да-да Пацаны Хочется Тяночку Милую Нецелованную Ня-ня-ня-ня-ня-ня-сь Някоть Похожую на Стримершую Велиночку Такую Рыженькую Маленькую С щечками Ты שהוא Ч paragони Да-да-да Идите Нахуй Пиздец Когда биокопания Пропадут Или их станет Меньше Вы станете Меньше Загоняться Вот тогда Можно и подумать О тиндерах И прочем А пока вы биододик, самокопатель в депрессии, поверьте, бесполезно идти в тиндер и прочее, только хуже сделаете, так что если вы еще хотите что-то там строить, то идите к цели постепенно и быстрых решений в этом вопросе нет, если вы не альфач и чед, конечно же. Что касается меня, то у меня слишком тяжелый характер, я очень редко иду на какие-то там компромиссы, мне невозможно заставить делать то, что я не хочу, я соблюдаю личные границы очень четко и не хочу терпеть в отношениях, я как бы потерпеть могу и за пекой. Частый пример, который я рассказал на стрэмах, это когда однажды мне был поставлен ультиматум, либо мы едем ебеня гулять с моими друзьями, которых я, например, вообще не знал, и мне это нахуй не надо было, либо сиди за ПК и мы расходимся. Ну я и выбрал компьютер как-то. Это база, это бейст. Ну многие бы затерпели и отношения бы продолжились. Может это и правильно, но я не хотел этого делать, мне это не нужно. Не, если в отношениях тебя там заставляют, тебе говорят типа ультиматумы ставят и прочее, не, это полная хуйня, типа человек должен понимать то, что ну вот, я сегодня там хочу посидеть типа за компом, там с друзьями поиграть, мне вообще похуй. То есть, сори, но если ты хочешь с друзьями погулять, пиздуйте, бля, хули, ты до меня доебалась. И когда вас начинают шантажировать, это уже нездоровое. Или наши отношения закончены, бля, иди нахуй. В принципе, терпеть такое-то неуважение к себе. Ну, повторяю, это так чисто истории вам под Доку-2 и Хогвартс Легаси. Так делать не нужно. У меня тяжелый характер, вечно недовольный и так далее. Я таким был еще в детстве. И в школе мне об этом регулярно говорили, что ты очень тяжелый человек, тебе будет трудно общаться с людьми, заводить коммуникацию, но это так и есть. Как я говорил многократно, с возрастом люди меняются, но только они меняются в худшую сторону. И на себе это вижу просто четко. Потому что я просто не люблю вообще с людьми общаться, скажем так, это не важно. Ну, что касается Дня Валентина. Вот, например, США, 2019 год. В преддверии Дня Святого Валентина волонтерское движение The Bridge Watch Angels, которое занимается предотвращением самолюбов. Парни, гой играть, у меня время появилось. Это призвал американцев активнее вступать в их ряды. По наблюдениям добровольцев, именно в день всех влюбленных количество выпилов увеличивается в несколько раз, так как многие люди чувствуют свое одиночество в этот день особенно остро. Бля, кстати, да, по статистике это полный пиздец. 14 февраля многие челы действительно не могут справиться с этой биопроблемностью и просто, ну, Роскомнадзор совершает. Это ужасно на самом деле. Это показывает то, что, ну, типа, мужчины, как говорил Джо Роган, живут silent desperation, типа, в тихом ощущении тленности. Так же хочется мальчика, метр восемьдесят ростом, бородой, чтобы компьютер мощный был и в идеале с Грузии. Ну, чел, я, к сожалению, метр не восемьдесят девяносто, поэтому, прошу прощения, не подхожу по росту. Вот, да, действительно, таких историй дохренища просто. То, что челы, ну, откуда появляется эта биопроблемность, в общем, от самого, типа, со школы, наверное, если там не смог поставить себя, не было каких-то отношений с девушками. Ты смотришь, там, аниме, смотришь на другие пары, ты, там, как-то отчаиваешься очень сильно, надумываешься какие-то вещи, находишь в себе какие-то минусы постоянно в этом. От этого ты становишься неуверенным, мнительным, прочее. И вот потом ты идешь на работу, и ты хуяришь, там, сорок часов в неделю, бухаешь пиво, как ты пытаешься с собой самим, типа, жить, да, то есть, там, снимаешь квартиру. Ну, этот, хорошо, если еще друзья есть, на самом деле. Вот человек во всем этом цикле, он забивается все дальше в себя, и в какой-то момент он может просто не выдержать, и это ужасно. Конец цитаты. Ну, вот это хуёвото. То есть, у меня были большие проблемы с самооценкой, на самом деле, где-то во времена универа. Я себя считал таким чмом, что мне даже стыдно было, там, с людьми здороваться, я не знаю, какие-то моменты. То есть, я очень рад, что, на самом деле, от этого избавился. То есть, люди в большинстве своими являются заложниками масс-культуры, и их триггерят эти праздники, типа, там, Новый год, 14 февраля. Это понятно, у всех своя ситуация. Но именно эти два праздника, лидеры по самовыпилам, так как все вокруг, там, по парочкам, там, по семням. А додики сидят одни за пекой, думают, что они неполноценные какие-то, там, не такие. Но я считаю, что это все хуйня. Ну, кому интересно, я, например, снимал видос пару месяцев назад про статистику. Типа, единственное, как мужчина может выйти из этого, это поставить себе какую-то цель. То есть, физическое развитие каким-то образом действительно убирает вот эту вот депрессуху. Очень сильно, потому что люди любят чувство прогресса, и когда, там, смотришь на себя, ты, там, становишься лучше с каждым днем. Это круто. Как же хочется кунчика. Как же хочется худенького, бледного, не очень высокого, действенного, нецелованного, с тонкими руками, небольшими ступнями, синяками под глазами. Короче, бомжа, как деда. В смысле, я не высокий, ни хрена себе. Вот, не, тут, опять же, мужчине нужна какая-то цель, типа, да? То есть, вот, она должна как-то его поддерживать, давать им мотивацию просыпаться по утрам. Вот, и поверьте мне, женщина — это не самая лучшая цель, и это не такая достижимая цель. Это то, что... Это... Женщина — это как то, что ты на дороге, как бы, находишь в прогрессе основного пути, а не конечное этого пути. То есть, женщина — это скорее приятный бонус по дороге, но нежели конечная цель твоего путешествия, я бы так сказал. Самовыпила в мире, там в среднем в три раза больше самовыпила... Нет, не пей охоту крепко, ошибка. Выпиливаются мужики. Вот еще занимательная статистика из статьи за 2020 год. Исследования показали, что в США у третьих мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, и у почти 20% женщин того же возраста за последний год не было интима. Исследование проходило и в других возрастных категориях, в нем принимали участие 4291 мужчин... В 22 чувствовал себя ущербом, начал копить бабки. В 24 купил себе автомобиль. В 26 чувствую себя прекрасно, что я его докидала в хагвация. Красавчик, красавчик. Да, и также эмоциональное состояние, что я узнал достаточно недавно, точнее, узнал на себе, очень сильно зависит от вашего образа жизни. Если ты встаешь не примерно в одно время по утрам, если ты за день ничего не делаешь, ты становишься пиздец нервным. Вот, а как я попробовал охоту крепкой, короче, как-то раз я пришел в комнату в общаге к своему знакомому, и типа что-то мне хотелось нахуяриться, пиздец, он говорит, типа, ну вот тут есть остатки вчерашней охоты. Я, короче, глотнул с бутылки, у меня так башка заболела, я чуть не сдох потом. Нагнетание? Я не нагнетаю, чувак, спасибо за донат, я наоборот пытаюсь помочь. Мужчина, 5213 женщин. Выяснилось, что у 31% молодых мужчин в США в возрасте от 18 до 25 лет нет ебли. Еще один вывод из архивов. Оказалось, что в начале 2010-х годов взрослые в США в категории 18 плюс лет имели сексуальные контакты примерно в 9 раз реже в год по сравнению с концом 90-х годов. Такая же тенденция наблюдается и в Западной Европе. Авторы исследования ссылаются на финнов и англичан. А какая ситуация в бывшем СНГ, особенно в европейском регионе, можете сами подумать. Неудивительно, что 14 февраля активнее всего люди звонят на телефоны доверия и погружаются в депрессники. Да, еще здесь есть такая проблема, то что девушки, они... Короче, как мужчина может найти себе девушку? Да, либо ты находишь ее во время школы, универа, чего-то подобного, да, когда вы в какой-то среде вместе существуете, у вас есть какие-то общие интересы и прочее, тогда действительно есть шанс какую-то девушку найти. Но после вот этого периода, да, когда ты выпускаешься из универа, это как с друзьями, в принципе. Друзей очень сложно завести после универа, да, то есть есть люди с работы, какие-то приятели, да, то есть, но ты не прошел с ними вот этот вот путь, поэтому они такие, ну, скорее, приятели хорошие, знакомые. Вот, то же самое с девушками. Также многие девушки выбирают себе парней постарше, потому что они уже состоявшиеся, у них есть деньги и прочее, то есть многие девушки как бы очень интересуются этим, потому что мужчины как бы 30-40, многие все равно предпочитают девушек от 20 до 25. Как говорил, по-моему, Леонардо Ди Каприо, типа, я... Вообще ставить отношение как первостепенную цель не самая лучшая идея. Я чувствую себя прекрасно и без них, потому что достигаю своих целей и ощущаю себя интересной. Вы все крутые, ребят, не грустите. Спасибо большое. Как Леонардо Ди Каприо, вы вообще видели историю отношений Леонардо Ди Каприо? Он, короче, общается с девушкой, там, то ли женится, то ли просто, типа, она его пассия, ей исполняется 25 лет, он находит новую. То есть вот так вот, да, то есть... И из-за этого многие мужчины, они остаются, в принципе, ни с чем их, они накручивают себя из-за этого прочее, но наоборот, женщины это не самое главное. Вот, особенно 14 февраля тебе надо это говорить. Сядь, блядь, возьми себе пиво, поиграй в Call of Duty с друзьями, свяжись, там, не знаю, пойди в боулинг, в бильярд, недавно в бильярд, кстати, пошел. Блин, это, бильярд это офигенно, с мужиками стоишь, там, потягиваешь пивко, делаешь удары, такой, нихрена себе, как ты загнал этот мяч, охуеть, чувак. И просто, типа, и какая-то атмосфера, потом идете что-то по улице, общая, вот это, вот эта база. А, типа, когда ты, блядь, тяночку, у меня нет тяночки, типа, блядь, чел, пошел нахуй. Рынок отношений сейчас очень перенасыщен линяками, а зумерок и молодых баб. И там много красивых и интересных тянок. И да, у меня нет девушки. Женщины временные, Майнкрафт вечен. Женщины временные, Майнкрафт вечен. В принципе, это очень, очень, очень хорошее, хорошее умозаключение. Степов на всех не хватит. Так что кто-то вынужден или по своей воле, но будет должен прекратить эту борьбу. Ну а кто-то должен будет продолжать вализаторствовать и, возможно, даже успешно. Но я все-таки советую не насиловать себя, не погружаться в депрессняк, не чувствовать какой-то неполноценности от того, что у вас отношений нет. В жизни есть много всего, помимо этого. И вы можете себя заинтересовать чем-то, помимо беготни за писечками. По своему опыту и людей, с которыми я лично общался, отношашние это рандом. Те, у кого была ебли, отношашние специально по тренингам и тиндерам не бегали. Чаще всего это просто рандом знакомства в интернетах, там или на работе, на улицах, в ПСЖ очереди. И все понравились друг другу и пошло-поехало. Никаких специальных... Здорово, мужики. Давно смотрю твой канал. Стараюсь развиваться как личность. Встаю в 5.30 ради тренировки. На работе и урываю временную учебу. Но порой очень сильно угнетает бытовуха и постоянная работа. Я понимаю тебя прекрасно, чувак. Прекрасно понимаю. Типа, ну я надеюсь, что у тебя все получится, ты выучишься и сможешь сменить работу на то, что тебе будет больше подходить, чем ты будешь интересоваться. ...приготовлений никто не делал. Никаким пикап-тренером свои разговоры в ТЦ с кринж-подкатами по методичке никто не записывал на диктофон. Все получалось само собой. Бля, если бы я был девушкой, и я узнал, что чел со мной познакомился, даже если бы как-то успешно познакомился, я бы узнал, что он записывал наш разговор на диктофон, чтобы потом пойти к тренеру в кустах, пикап-тренеру, и разобрать это... Боже, боже мой, боже мой, это стрёмно. Быть женщиной стрёмно из-за подобных... Бля, это... Представьте себе с точки зрения женщины, как это ощущается и выглядит. К тебе подходит какой-то неуверенный в себе еблан, который не может следить за собой, или там просто этот... Как-то там мямлит тебе чё-то, и... Типа... И ты такая... Типа... Чел, бля, ну... Типа... Съебись в туман, нахуй, хуй знает. А он потом пойдёт и будет... Да она шлюха, короче. Так складывались жизненные обстоятельства. Ну, а те, кто были альфачами, чедами, ну, там всё проще. Таким товарищам знаки внимания оказывают сами, а дали дело за малым. Ну, а бетабакс это ваш выбор. Хотите содержать, терпеть, ублажать ваше дело. Ещё один важный момент, что очень многие недовольны отношениями или человеком, внешкой человека, с которым они находятся. Так что, господа биопроблемники, не думайте, что люди, которые ходят за ручки, обязательно счастливы. Это далеко не так. Любые отношения, это всегда комплекс из терпения и компромиссов. Но я не готов уже мириться и терпеть, например. А ещё что-то там искать, общаться, ходить на беспонтовые встречи с NPC, которые дают односложные ответы. Тратить на это время и силы. Ну, нахуй. Всё только ради того, чтобы быть хоть с кем-то. Лишь бы ни одному. Вот, лишь бы тебя пидором, то есть, инцелом не назвали. Иначе у тебя потом... Пикаперы несполициализируются на построениях отношений. Они просто соблазняют женщину кекс. Если у самих появляются отношения, то они допускают такие же ошибки, как обычный мужик. Ну да, в какой-то момент жизни ты понимаешь, что вот эта вот, типа, мимолетная херня, она, конечно, классная, но... Это скучно просто становится. Тебе хочется чего-то более серьёзного, а тут уже с кем попало, типа, не получается. И ты сидишь такой, типа, куда-то ехать, там, с кем-то, бля, пошёл на нахуй. Потом будет такая кличка. Ну, мне, например, всё равно. Возможно, я, например, 28-летний инцел на нейм в чьих-то глазах додик лузер, поскольку у меня до сих пор нет семьи, детей и отношений. И я полностью принимаю такую точку зрения и спорить не собираюсь. Да и меня уже в силу возраста или сложившегося характера или шизы воротит и в прямом смысле скукоживает от всех этих видосов с предложениями руки и сердца, свадьбами. Это всё уже не для меня. И я даже представить не могу, что я могу быть или буду на месте этих человеков на коленях. Лучше уж упражняться в терпении и самости. За прошедшее время я получал различные письма на тему биопроблемы и отношений. У всех историй очень разные, с разными концовками. Вчера мне попался на глаза коммент под прошлогодним видиком о 14 февраля от некой Ивана Ивановой. Вот она пишет. Выглядит как нытьё, но, возможно, всё ради контента. У меня нет предвзятости к людям, которые выбирают одиночество. Это круто, когда ты кайфуешь от пребывания с самим собой. Но когда человек, заявляющий, что я сам это выбрал, рассказывает, какой 14 февраля плохой праздник, то верится с трудом. Будучи одна уже достаточно продолжительное время, года 4, наверное, я бы и не вспомнил об этом дне, если бы не это видео, вылетевшее в рекомендации через год. Кстати, согласен. Я вспоминаю про 14 февраля только по мемам ВКонтакте и прочее. То есть как-то это не особо парит. Спустя создание. И вот парочки их ритуалы совсем не волнуют. Ну, что-то там покупаешь, что-то сам поменять. Позированная женщина написала. Молодцы пусть празднуют. Я же день отработаю, домой приду и включу какой-нибудь фильмец, как в любой другой день. Короче, суть в том, что если у вас это не касается, то чего сидеть и бухтеть? Мир не схлопнется от этого. День влюбленных никуда не пропадет. Комментаторы, которые же рассуждают на тему глупых и меркантильных баб, явно намекают, что нихрена им не нравится. Их нахождение вынуждено изоляться от отношений. Советую просто сменить тактику. Конечно, если вы ищете себе насадку на член, то ничего интересного вы не увидите. А поскольку вы приходите с меркантильными намерениями, то и к вам дамы с такими идеями приходят. А вообще, начинайте с дружеского общения. Они сразу скрабляют. Полностью с иглы. Если сидите дома, сидите дальше. Повел я встречаться. Оказалось, что помимо меня есть еще два парня и девушка и просто мимолетно. Нахуй оно надо. Скучный, да пошла она нахуй. Да-да-да-да-да. Бля, на бал. Ибо тыкаться членом наугад такая себе идея. И даже интроверт может найти себе нормальную тяну. Уж поверьте, хик и среди женщин много. Только не пытайтесь зариться на худеньких, бледненьких анимешниц, которые напялят на голову ушки и будут шептать вам нежным голоском в дискордике «Бракик». Женщины, кстати, нормально зарабатывают на подобных биопроблемниках. Расстался недавно с Вумен после шести лет отношений. Теперь есть деньги. Купил МВ-2. Красавчик, база! Надо развиваться. Так что вывод. Вумен не нужны. И дед, или нахуй. Это наёбка. Конец цитаты. Просто кидаешь его и пусть горит, сука, блять. Ну это, так сказать, мнение с той стороны. Да, Экл завидел. Переслушайте, перечитайте, подумайте. А я вот напомню, что в школе постоянно говорили про этот праздник. Многие мерялись количеством валентинок. У меня, например, максимальное количество было зафиксировано в девятом классе. Целых три штуки, прикиньте. И одна из них от классной руководительницы, которая всем их дарила. Хе, бля, мне, кстати, валентинки никогда в школе не дарили. Остальные годы было либо ноль, либо одна максимум. Так что не парьтесь, это не важно. Главное, это только то, что вы себя вгоняете в депрессивник. И самокопание. Это вы сами накручиваете в себя, что 14 февраля обязательно вы должны быть в паре. И пока вы проблемы в своей голове не пофиксите, вам дорога выйти в себе, у дела закрыта. Фиксите голову в первую очередь. Либо самостоятельно, либо идите к психологу прорабатывать травмы, обидки, гипернуждаемость, маркер, лабора, воспитание. Где было за все время? Поздравляю. Для начала нужно понять свою проблему и идти дальше. Но если вам не дано, этого не клеится, то советую просто... Я только пацанам дарил. Привет, дед. Люблю тебя и твой контент. Спасибо, спасибо. Да, да, видел. Мы уже посмотрели на стрим. Да нет, все нормально как-то. Таблетки пью, вроде все нормально. Забить и направить энергию в другое, более полезное русло. А там авось, может, что-то будет дальше. Может, рандом решит в вашу пользу. Об этом можно еще долго трындеть. Что-то я наверняка забыл сказать, но в следующем году авось не забуду. Ну а пока пишите письма, пишите, сколько Валентинок вам подарили. И всего вам доброго. Прикол в том, что мы встречаем хороших людей, иди по жизни, а не ищут. Так что развивайтесь, делайте что-то, займитесь чем-то социальным. А то будите, как я, спать по 4-5, щи получать 30-к на заводе. Бля, чел жесть.